В Петербурге таких масштабных работ не помнят давно, при этом в их интерьерах сохранились очень интересные, с исторической точки зрения, образцы печей. Сегодня, правда, уже не работающие. Репортаж Юлия Олещенко. Для Андрея Родинкова путешествие из Петербурга в Сестрорецк по железной дороге вызывает горячий интерес. Последние несколько лет внимание краеведа-любителя сосредоточено на печах, сохранившихся в исторических зданиях вокзалов. Пустынный зал ожидания на платформе Шувалова украшают четыре печки-голландки. Изразцы для них были изготовлены в Финляндии на знаменитом заводе Вильгельма Анстена. Даже век спустя присутствие этих деталей интерьера создает особую атмосферу. Известно, что на этой станции бывал Александр Блок. Вполне возможно, что Александр Блок грелся у этой печи. Конечно, топили. Я пришла сюда в 90-м, здесь не... Но они работающие были, понимаете? У окошка билетной кассы местные сторожилы пытаются вспомнить, когда исторические печи перестали функционировать. В начале 80-х в здании вокзала провели центральное отопление, но заложили кирпичами печи лет пять назад. Эта топочная дверца явно не родная, потому что сами по себе топочные дверцы в финских капельных печах тоже представляют из себя несомненный художественный интерес. Попадаются топочные дверцы с медведями, с шишками. Пара шатровых печей на станции Парголова может составить конкуренцию многим музейным экспонатам. Великолепный образец стиля модерн спроектирован финскими специалистами корпорации АБА. Этот факт Андрей Родинков установил с помощью каталогов производителя начала века. Аналогичная печь была в доходном доме барона фон Дерпалина на караване улице 14. В ходе капремонта эта печь была сохранена и сейчас находится в фондах музея истории города. Сохранность пардоловских раритетов вызывает тревогу. В начале 20 века такая израстовая печь стоила около 250 рублей золотом. Это почти в два раза больше, чем годовая зарплата среднего рабочего. Вряд ли об этом знают те, кто сегодня уродует исторические израстцы непристойными надписями. На стенах зала ожидания станции Левашова автографы вандалов тщательно закрашивают. Правда масляная краска заодно утопила и вокзальную историческую печь. Ей сто лет. И какого цвета были израсты, изготовленные на заводе АБА, мы можем догадаться, только сняв несколько слоев краски. Судя по всему, они были светло-зеленого цвета. Но без специальных реставрационных работ нам остается лишь любоваться изысканным рельефом. Белоснежная голландка с напоминающим кружево на верше некогда согревала посетителей вокзального ресторана в Сестровецке. Сегодня дровишки в нее никто не подбрасывает. А о том, что этот предмет имеет историческую и художественную ценность, похоже, забыли даже сотрудники Октябрьской железной дороги, призванные блюсти сохранность каждой станции.